Кот ученый Марселентии встречает юных читателей в Самарской библиотеке номер 21. Он любит сказки и внимательно следит, чтобы дети слушали библиотекарей, которые подготовили увлекательные мероприятия времен минувших небылицы. Я вам сейчас такую сказку расскажу, про которую вы ничего не знаете. Ай, колобок, это было вкусно. Я вам другую сказку расскажу. Здесь очень интересные мероприятия нам показывают, познавательные, используя все современные технологии. Нам очень нравится. Дети огунулись с волшебным миром и вспомнили, какими бывают произведения устного народного творчества. Библиотекарь познакомилась с русскими народными произведениями, которые есть в фонде библиотеки, с историей появления первых сказок. Ребята узнали, что есть сказки народные и авторские. Сказки заставляют детей смеяться и сопереживать, волнуясь за героев. Учат отличать добро от зла, правду от лжи. Очень радостно, когда спрашиваешь их, о чем сказка. Они говорят про добро, про дружбу, про взаимовыручку. Вот Емеля был такой вот на печи. А чем дело кончилось? Хорошим стал парнем. Перестал только на печи кататься. Нравится им это, и они это понимают. Мы думаем, что да ладно, им нужен только телефон, а компьютер нет. Они читают сказки, они их понимают. Ребята узнали, что сказки разных народов очень похожи между собой. Учат детей смелости, доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи. Также для иных участников встречи провели мастер-класс. Дети приняли участие в играх и викторинах. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Игорь Казановский. События. 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 Событи�. 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 С